Дорогие друзья! Недавно праздновали праздник Рош-Хошана или Йом-Труа, праздник труб или трубный зов. Это когда при звуке труб Ишоа он придет. Аминь. И мы все это ожидаем. И вы знаете, когда еврейский народ скажет Баруха Бабы Шема Дунай, то придет наш Господь. Поэтому мы все ожидаем это очень важный праздник. И он очень плавно перетекает через буквально несколько дней, через три дня. Это начинается во вторник, со вторника на среду. Будет тоже очень важный, сильный для нас, как верующих людей, в Ишоа Мессию, будет праздник Йом-Труа. Йом-Кипур, извините. И знаете, для того, чтобы как-то больше, скажем так, об этом празднике поговорить, потому что Писание дает базовые моменты об этом празднике, я буду использовать разные источники, чтобы как больше открыть эту тему. Конечно, мы ее не откроем в полноте, но тем не менее, как больше мы узнаем об этом празднике, кто может быть знает, а кто не знает. У нас много новых людей. Поэтому я буду использовать такие источники, как первое главное, это Писание, потому что оно является авторитетным для нас, потому что обходя Писание, мы, ну, все оно будет такое, как комментарий. Поэтому я буду использовать Писание, что Писание об этом празднике говорит. Я буду использовать апокрифические книги, то есть это книги, это апокрифы, да, это книги, которые не вошли в канон священного Писания. Такие книги, как, знаете, да, есть книга Еноха, вот, о Енохе описывается очень мало, да, там описано, что он прожил, что он, знаете, да, кто такой Енох, да, то есть это... То, что он прожил 60, Енох, жил 605 лет и родил Мафусала, Енох ходил пред Господом, вот, и Господь его взял. Но вы знаете, что есть очень интересная и важная книга, где он тоже описывает некоторые моменты, которые мы будем, ну, касаться именно этого праздника. Также, знаете, ну, Писание мало о нем говорит, да, о Енохе, но он прожил 365 лет, и я думаю, что за это время, ну, он... О, 605 лет, да, извините, как хорошо, 605 лет, и за это время, я думаю, что, ну, что-то происходило. Даже Иуда, Иуда, послание Иуды, да, которое, ну, мы читаем, он тоже говорит о Енохе. И тут Иуда, 1 глава 14, говорит, о них пророчествовал и Енох, седьмое от Адама, говоря, «Се идет Господь с тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми». Знаете, ну, Иуда, да, один из учеников, он ссылал, значит, были какие-то Писания, написано, об этом пророчествовал и Енох. Поэтому я буду использовать эту апокрифическую книгу о Енохе. Также я буду использовать некоторые высказывания Талмуда, то есть Талмуд — это в переводе учения, да, это тоже свод правил религиозных, этических, то есть много комментариев, и благодаря этому, то есть произошла такая фиксация Тор, я буду использовать с Талмуда. Я буду использовать комментарии, это Иосиф Флавий, который очень был близок к тому времени, буквально он жил уже после смерти Ишова, во времена Нейрона, то есть это 37-й год, там, 40-й и так далее. И также мы извиняем, что он известен, но он своими трудами на греческом языке, там, иудейская война, и многое-многое-многое. Ну и также я буду использовать мои комментарии, то, как я думаю, то, как я понимаю, то есть мои переживания и так далее. Хорошо? Для того, чтобы как-то больше открыть этот все-таки важный праздник, посмотреть другие комментарии, что происходило потом, позже и так далее, и тому подобное. Итак, Йом-Кипур переводится как «судный день» или «день прощения». До этого праздника был Йом-Труа, то, что мы говорили, да, трубный зов или дни трубного зова, когда придет Ишова. И он также называется, как мы говорили, да, Сергей Михайлович Фрош и тем, что назывался Рош-Хашана, это уже было более позднее название, переводится как «еврейский Новый год». Вот, более точнее, то есть, да, Рош-Хашана, глава года. И дальше он перетекает в праздник, который мы будем говорить, это Йом-Кипур. И это вот время 10 дней трепета, 10 дней обновления, очищения, пересмотра своей жизни. Знаете, как важно свою жизнь пересматривать, потому что, знаете, когда люди проживают свою жизнь, в конце жизни каждый человек, знаете, он где-то, скажем так, переживает этот, ну, Йом-Кипур. То есть он все-таки просматривает, как он прожил свою жизнь, все ли он сделал, сделал ли он больше того, чтобы просто посадить дерево там, вырастить там сына там, далее, так далее. И каждый человек, я думаю, это заложено Богом, он пересматривает свою жизнь, все ли он сделал, может, что-то он не сделал. И в любом случае есть то состояние Божьего страха, трепета перед тем, что ты все-таки с Господом будет встреча. Ты сейчас будешь встречаться с Господом. И все-таки это состояние человека, который все-таки, ну, он пересматривает свою жизнь. И вот это вот время, оно очень дано нам, нам даны времена, да, даны жизнь на этой земле для того, чтобы действительно, и особенно в это время. Я не говорю, что мы только в это время должны пересматривать, раз в году. Нет, мы можем пересматривать свою жизнь намного больше. Но это особое время, когда мы пересматриваем свою жизнь. Если что-то где-то ушло в другую сторону, не по Писанию, мы стараемся это поправить, как в этой притче о светильниках, да, то есть раздался шум жениха и мудрые девы, что они сделали? Поправили свои светильники. Поэтому очень важно, то есть нам об этом размышлять, особенно в это время. И смотрите, в Торе этот праздник, он называется Йом Ха Кипурим. Это день покрытия или сокрытия грехов. Слово Кипур, оно происходит от двух ивритских слов. Это кафер, денежный выкуп, это нам о многом говорит, да, и капорет, или это покрытие или сокрытие. Есть то, что покрыло, да, вот, и то, что выкупило нас, это очень важно. И история праздника, знаете, согласно еврейскому преданию, так я говорю, что я буду использовать как бы еврейские предания, вот, то этот праздник, он возник в тот момент, когда, помните, народ Израиля, не дождавшись Маше, слепили себе золотого тельца, и пока Маше общался с Господом, они приняли решение все-таки сделать себе Бога и так дальше жить. Когда Маше спустился, он увидел все, что, ну, мы знаем историю, я не буду говорить. И когда Маше потом поднялся на гору опять Господу, он просил Бога, умолял Господа о том, что сделали, то есть, ну, что согрешил народ и как дальше. И Маше поднялся на гору, сильная молить Бога о прощении своего народа. И в день Йом-Кипур он обратно, да, вы знаете, что он возвращался уже со скрижалями, и принес новые скрижали завета. И не только скрижали, но и радостную весть. Там написано было, простил я по слову своему. И вот когда он спускался с горы, как бы по преданию еврейскому, то есть, именно Господь этот день назвал, именно этот день, как бы, ну, Йом-Кипуром, что значит, простил я по слову своему. И с тех пор Йом-Кипур стал днем прощения. И дальше, что Писание говорит о Йом-Кипуре? Я уже буду открывать местописание. Это Левитам, 23 глава, 26 стих. С 26 стиха. «И сказал Господь Моше, говоря, «Также в девятый день, седьмого месяца, сего день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу, никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бока вашего. И всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребиться из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное. В роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца. От вечера до вечера празднуйте субботу вашу. И в еврейской культуре этот день целиком от вечера до вечера посвящен покаянию. Покаянию, размышлению. Мы там читаем, да, никакого дела делать не надо. Единственное, что это служение Господу. Служение Господу, оно оставлялось, потому что действительно это важно, когда мы служим Богу, когда мы поклоняемся, и Господь, Он служит нам. Этот праздник предписывается как смирение, воздержание от каких-либо дел, кроме богослужения, то, что я говорил, да, и полный пост в течение суток в знак раскаяния перед Вышним Судьей. Евреи верят, что в Йон-Кипур их грехи обязательно будут прощены. Но никто не рассчитывает на прощение, которое будет даровано благодаря его праведности или заслугам. Каждый ждет проявления милости Всевышнего. То есть, никакие дела, да, ничто, никакого бы ты не был хорошего, вот именно в этот день, да, евреи все-таки, они ожидают милость Бога и прощения, которое приходит не от дел, не от праведности, а именно от Божьего прощения. Также важно, что происходило в храмовом славе. Я сейчас немножко хочу немножко затронуть историю, может быть, для кого-то это будет напоминание. Кто-то, я знаю, что многие знают. А потом мы дальше поговорим о Йон-Кипуре в наше время и что он значит для меня лично. Хорошо? Поэтому, может быть, я буду много читать, я буду какие-то моменты там использовать, поэтому очень тяжело все запомнить. Этот день был храмовое служение Йон-Кипуре. Вы знаете, что этот день, он был особенным днем, когда первосвященник, он раз в году, он заходил в храм и приносил жертвы за себя, за свою семью, а потом он приносил жертвы за весь народ. И интересный момент, да, то, что сначала он приносил жертвы за себя, не было так, что он приносил сначала за народ, а потом за себя, да, но сначала он приносил за себя как бы жертвы, да, за всю семью, за весь дом, а потом уже за народ. И это говорит о том, что, ну, знаете, каждый человек, он грешен. И это где-то показывает, что на самом деле прощает грех только, ну, Ишуа. Потому что мы знаем, что наш первосвященник до Нового Завета – это Ишуа. И где-то первосвященник в Ветхом Завете, как бы, он все-таки тоже указывал на то, что есть Ишуа. И приносить как бы жертвы за людей в грешном состоянии, ну, это перед Богом, это неправильно. Другой момент говорит о том, что, знаете, мы не можем служить людям, если мы сами, ну, скажем так, грешники. Ну, в том, что мы, ну, мы все, конечно, порой согрешаем. И очень важно, чтобы мы сами действительно были обновлены, мы были очищены перед Господом, Его, как бы, Его святостью. Потому что служить людям, помогать людям нужно уметь. Потому что человек, который не умеет служить людям, он может навредить человеку. И мы это видим, мы это знаем. Поэтому очень важно, чтобы ты, твое положение, чтобы ты сам стоял перед Господом. Потому что служение людям – это тоже служение, служение Богу. Поэтому Он приносил за себя, а потом за других. Также мы знаем, что, да, то есть Бог, Он дал особое постановление. После того, мы знаем эту историю с Надав и Авиуд, которые принесли в храм чуждый огонь, да. И Бог после этого дает именно такие строгие, именно такие вот постановления, как должно все происходить. Тоже интересный момент, да, то есть есть Божий огонь, а есть имитация огня. Когда ты что-то пытаешься, как бы, делать какое-то служение, но имитируя, что это как бы Божие служение. И вы знаете, есть, может быть, не хочу, как бы, опять же, никого обидеть. Бог, Он всем, как бы, знаете, судья. Но бывает такое, что служение, потому что Церковь Божия, община, храм Божий, там, где, это то место, где должно проповедоваться Слово Божие. Это то место, где горит, ну, жертвенник нашей хвалы, наших сердец. Это там, то место, где пребывает Господь. Если в Церкви, ну, происходит другое служение, не служение Богу, но это служение, как бы, пытаются его, как бы, знаете, симитировать, что служение Богу, я думаю, что это тоже называется каким-то чуждым огнем. Это неправильно. То есть есть Божий огонь, есть то, что от Бога, и мы не можем симитировать Божий огонь. Мы не можем взять откуда-то, да, и привнести какую-то новую, там, модель. Я понимаю, что Церковь Нового Времени, да, она должна, то есть она должна меняться, она должна трансформироваться, ну, в контексте Слова Божьего. То есть я не говорю, что она, ну, это не, она не является клубом по интересам. Она не является каким-то, там, ну, спортзалом, там, или еще чем-то, или так. То есть это служение Господу, где мы соединяемся, как одна семья, как один народ, там, евреи и неевреи, и мы служим нашему всемогущему Богу. Мы прославляем Его, мы говорим о Его милости. Это то место, где люди получают исцеление, где люди получают спасение. Это то место, где жизни они меняются. И жизни меняются тогда, когда, действительно, Церковь, она несет этот Божий, праведный, не имитированный огонь, а именно Божий огонь. Поэтому это очень важно. И после того, как Надав и Авиуд, мы знаем их историю, кстати, об этом немножко Роджер говорил, да, что с ними произошло. Вот Бог устанавливает такие правила. Богом были даны определенные повеления. Они подробно описывают условия, при которых священник мог войти во святое святых. Это единственный раз в году в Йом-Кипур, чтобы исполнить заповедь принесения предковчегом завета. Всякий, кто нарушающий эти законы, будь то первосвященник или простой священник Оген, сурово наказывался Богом. И там описывается подготовка. То есть я сейчас говорю именно о еврейские предания, как бы, да, то, что они говорят. Подготовка начиналась за семь дней до дня искупления. Все это время предосвященник не выходил за пределы дворов храма. Традиция говорит, что в ночь перед Йом-Кипуром первосвященник не спал, и мудрецы читали перед ним книгу Йова, Ездры и Даниила. Также интересно здесь говорится об одеждах. В этот особый день священник входил в особой одежде. Он не входил в той одежде священника, там были четыре одежды, то есть, да, это голубая риза, золотая пластина, нагрудник, драгоценные камни, эфот, но в этот день он входил в чистых белых одеждах. Интересно, о чем это говорит? Мы знаем, что, да, белые одежды, они символизируют что? Чистоту, святость и праведность. Но также очень важно, они еще символизируют о том, что... Потому что те одежды, которые одевал тогда священник, это говорило о его величии, о его знатности. То есть, это голубая риза, это золотая пластина, это на пластине камни, это эфот. То есть, эта одежда, она говорила именно о величии, да, о его... то, что он действительно является Богом, поставленным человеком внести это служение. И интересно, что когда он приходил именно в присутствие Божие в этот день, то эти одежды, они говорили о его, знаете, о его силе, власти, величии. Но все-таки белая одежда, она говорила о том, что перед Господом мы все равны. Да, Господь ставит на служение, и Писание говорит о том, что мы, там, младшие, мы должны, там, повиноваться старшим, и, ну, мы это все знаем. Но когда мы приходим в Божие присутствие, вот перед Господом, все люди, они равны. Апостолы, там, пророки, пастыра, еще священнослужители. Потому что, на самом деле, то, кем являются эти люди, это не их заслуга. Они, да, в чем-то есть заслуга их, их стремление, их действие, но Бог Он ставит. Не человек сам себя ставит, человек не может сам себя поставить на служение. Бог ставит. Бог дает дары человеку, и любое положение, которое человек имеет в служении, оно от Господа. Но перед Богом мы все равны. И вот эти вот одежды, просто, когда мы встречаемся с Богом, то эти одежды, что я лучше, что я все-таки круче, они, я думаю, что перед Господом, они не имеют, ну, ничего высокого над людьми. Поэтому, как бы, ну, вот еще один такой момент, почему этот священник, он приходил, ну, как бы в белых одеждах. Еще такой есть момент, да, что когда, это, кстати, описывается не в Писании, когда священник заходил и совершал служение в храме, то, может быть, кто-то слышал, да, то его привязывали веревкой, вот. И в случае, если священник что-то сделал неправильно, его вытаскивали, да, уже не в состоянии что-то делать. Но, вы знаете, в Писании этого нигде нету. То есть, да, мы понимаем, и мы знаем, что Писание, оно говорит о том, что Бог очень серьезно и строго относился, если что-то делаешь неправильно. Ну, и, как написано, что небрежное служение, оно не благословляется Богом, тем более, как бы, в то время. И Писание говорит о том, что, ну, человек, который нес служение небрежно, не по правилам, не так, как Господь сказал, он действительно, он мог, ну, он мог умереть. Поэтому, ну, в Писании такого нету, то есть, это уже, как бы, история, возможно, это было. Потому что священники, которые стояли уже вне, как бы, да, ну, как бы, в святое святых, они понимали, что если с ним что случится, не дай Бог, там колокольчики, если уже не звенят, то все, что-то нету опознавательных звуков, надо вытаскивать. Ну, ну, в Писании, как бы, этого нету. Это, это традиция. Возможно, это и было, поэтому мы читаем. Иду дальше. Время. И я хочу заострить внимание на само, на самой, как бы, жертвоприношении. Что самое важное происходило там в, ну, именно в храме, в освятилище? Самое важное. Это не одежда священника, это не сам священник. Не то, что было обустроено, но самое важное, тут написано «И бросит Араон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». Это Левит, 16 глава, 8 стих. Козла, на которого выпал жребий для Господа, священник приносил в жертву, и его кровью окроплял крышку ковчега, завета и святое святых. А на второго, да, животного, его, мы знаем, его отпускали в пустыню. Но интересно, что здесь сказано, да, в синодальном переводе, здесь сказано, что один жребий выпадал на жребий для Господа, то есть именно это животное, да, оно приносило жертву. А другой для отпущения. И вот интересно, что я бы хотел поговорить именно об этих, ну, двух животных, да, двух козлах. Козла, на которого выпадал жребий для отпущения, приводили к священнику, тот возлагал на него руки, исповедовал грехи над ним, грехи всего народа, а затем отводили его в пустыню. И вот интересный момент, кого же символизировало второе животное? То есть было два животных, да, то есть одно животное было, ну, для Господа, и именно оно приносилось в жертву. И мы понимаем, что это животное указывает на Мессию, который умер, и благодаря его жертве мы имеем прощение. А кого же символизировало, ну, второе животное? И синодальный перевод, он говорит о том, что это, это, сейчас я открою, это для отпущения. Но вы знаете, в оригинале сказано чуть по-другому. В оригинале сказано, что это для Ла-Азазеля. И кто он? И о нем мы именно узнаем в апокрифической книге Еноха. Нигде о нем не сказано. То есть оригинал говорится, да, то есть в синодальном переводе говорится для отпущения, а в оригинале говорится для Ла-Азазеля. И одна из книг, да, то есть это единственная книга, которая описывает, кто такой Ла-Азазель. С вашего позволения я ее прочитаю. Знаю, что, может быть, вы не все ее читали, но есть книга, которая не вошла в канон, но она очень, она важная книга. Да, ее не называют Бога вдохновенной, но тем не менее есть очень много историй и источников, откуда мы можем взять, ну, то, что там описывается. Итак, я ее зачитаю. Можно, да? Меня потом не уволят. Хорошо. Это вторая глава книга Еноха с первого стиха. И случилось после того, как сыны человеческие умножились в те дни. У них родились красивые и прелестные дочери. И ангелы, сыны неба, увидели их и возжелавших их, и сказали друг другу, давайте выберем себе жен в среде сынов человеческих и родим себе детей. И семья за начальник их сказал, я боюсь, что вы не захотите привести в исполнение это дело, и тогда я должен буду искупать этот великий грех. Тогда они ответили ему, мы все поклонимся клятвою и обвяжемся друг с другом заклятиями, не оставлять этого намерения, но привести его в исполнение. Тогда поклялись все они вместе и обязались в этом все друг другу. Заклинанием было же их всего 200. И они спустились на Ордис, который есть выше горы Ермон, и они назвали ее горою Ермон, потому что поклялись на ней и изрекли друг другу заклятие. И вот имена их начальников. И там перечисляются имена начальников, я не буду их перечислять. Это у правителей 200 ангелов, и другие были с ними. И они взяли себе жен, и каждый выбрал для себя одну, и они начали ходить к ним и смешиваться с ними, и начали их волшебству, и научили их волшебству и заклятиям, и открыли им срезание корней деревьев. И они зачали и родили великих исполинов, мы знаем, да, Писание говорит об исполинах, вот откуда они появились, да, исполинов, в рост которых был 310 локтей, ну, то есть это больше 3 метра, то есть, да, подожди, было, так, рост которых был в 3000 локтей, ну, да, это, ну, ладно, хорошо. И поели все приобретение людей, так что люди уже не могли прокармливать их. Тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожрать их, и они стали согрешать по отношению к птицам, к зверям и к тому, что движется к рыбам, и стали пожирать друг друга, их мясо и пить из него кровь. Тогда сетовала земля на нечестивых. И последний стих. И Азазел, то, о котором мы говорим, учил людей делать мечи и ножи, и щиты, и панцири, и научил их видеть, что было позади них, и научил их искусством, запястьям, предметам, украшениям, из драгоценных камней, и правосходнейших камней, и всяких цветных материалов и металлов земли. И мы здесь видим, да, что именно книга Еноха, то есть, да, Енох, он рассказывает именно о том, кто такой Азазел. Есть много комментариев, что он это, ну, есть вещи, где он это духовно видел, ну, это как комментарии, что Бог, как бы, ну, ему поднял его на небеса, как бы, и показывал, что будет происходить. Ну, есть одно из, как бы, ну, комментариев, то, что это было, как бы, ну, в принципе, то, что он видел. И этот обряд, он не говорит о том, что козел приносился в жертву, в дар, ну, как бы, в дар демону. Это протерочит полностью Писанию. Мы это знаем. Ну, это говорит, да, потому что, если упоминается второе животное, оно не может быть, ну, два Господа, два Ишо. То есть, один приносился в жертву, да, а другой, он не приносился в жертву. Его просто отпускали, или сбрасывали со скалы, или он сам со скалы сбрасывался. И комментарии толкают о том, что это говорит о том, что, то есть, те грехи, которые, откуда они взялись, и к тому они должны возвратиться. И вы знаете, оно тоже интересно, что в книге Откровения, помните, есть местописание, тоже пророчески говорит о том, что сатана, он что будет с ним? Он будет брошен, да, то есть, и тут местописание, да, и неизвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволу и сатаною, обольщающий всю вселенную, неизвержен был на землю, ну, и так далее, и так далее. То есть, и это говорит о том, что второй, второй живот, оно символизировало сатану, как источник и причину греха, то есть, потому что мы знаем, откуда пришел грех. И вот просто все грехи, они ушли туда, откуда они пришли, к своему хозяину. Об этом говорят, я просто опять, это комментарии, это действительно, об этом нужно размышлять, но об этом, как бы об этом говорится. И Талмуд интересно, что рассказывает, что происходило в период первого храма. Когда ковчег завета стоял во святове святых, присутствие настолько было выражено и ощутимо, что происходили очень многие чудеса. То есть, это рассказывает уже Талмуд о первом храме. Одно связано было именно с этим животным, козлом отпущения, которые отпускались. И там говорилось о том, что привязывали кусок нити, и если Бог, он прощал, то нить, она становилась белой, да, то есть, привязывали красную, и она становилась белой. Вот. И еще одно свидетельство Божьих чудес, это уже ближе, как бы, к нашему, ну, не к нашему, это время было Ишо. Иосиф Лаев, он говорит о том, когда Ишо жил на земле, завеса, которая была в храме, отделяла святое от святых, и была толщиной с ладонь, и сплетена она была из разноцветных нитей. И когда приносилась жертва, эта завеса меняла свой цвет. То есть, это, ну, Иосиф Лаев, это, действительно, это, он был историк, он был еще военачальник, он, в принципе, был один из первых, он жил уже после смерти Ишо, во времена учеников, ну, также он еще по истории принадлежал именно к фарисеям, то есть, он там был как бы, поэтому он это описывает. И что происходило, когда, да, приносилась эта жертва, это во времена Ишо, то есть, завеса, она меняла цвет, но когда Ишо распяли, она перестала, ну, менять свой цвет, это как бы были его такие высказывания. И также праздник Йом-Кипур в Новом Завете. Как вы думаете, встречали ли праздник Йом-Кипур в Новом Завете? Об этом говорится в Писании. Хорошо, хочу прочитать Деяние 27-я голова 9-й стих. Но как прошло довольно времени и плавание было опасно, потому что и пост уже пришел, то Павел там советовал и так далее и тому подобное. Это говорит синглальный перевод. А что говорит еврейский перевод? Он говорит, потому, поскольку было потеряно немало времени, а продолжать плавание было опасно, так как Йом-Кипур уже закончился, Шауль посоветовал. И мы читаем, да, в тексте, что все-таки праздник Йом-Кипур, он праздновался в Новом Завете. Итак, самое интересное, Йом-Кипур в наше время. Стоит ли его отмечать, ведь это же еврейский праздник для евреев, как вы думаете? Ну, Писание говорит, что что об этом говорит Писание? О том, что мы стали одной частью, да, один новый человек, что во Христе Ишуе мы стали одним целым. И в Ефесянам вторая глава, ибо Он есть наш мир, соделавший с обоих одно, и разрушивший стоявшую преграду, упразднив вражду плотью своею. То есть сказал, что Он есть наш мир, соделавший из обоих одно. То есть мы одно целое, мы, ну, скажем так, новое творение, да, в Ишуве, когда, и мы одно. Он с двух, Он сделал одно. И это есть та полнота, ну, о которой говорится в Писании. И я думаю, что стоит, потому что праздники, они открывают очень многое. Они являются частью того, что Бог приготовил нам. И это очень важно. И история говорит, что христиане и евреи в первом веке, они отмечали эти праздники и были вместе. Об этом говорит история. Но что произошло, дорогие друзья? на первом Никейском соборе, это 325 год, Константин Первый сказал такое очень заявление. Он сказал, да, он запретил празднование праздников, тем не менее, Пасхи с евреем, и сказал такое заявление, да, не будет у вас ничего общего с ненавистным иудейским народом, потому что мы приняли от Спасителя другой путь. Это очень страшно. Какой путь они приняли от Спасителя, если наш Господь, Он говорит о том, что мы являемся одним народом и мы должны праздновать это. Он сказал о том, что у нас ничего нет общего с этим народом и Бог дал нам новый путь. И как видим мы, да, то, что через это заявление появилась такая теория, как теория замещения. Все слышали, да, то, что Господь отверг евреев и вместо этого народа Он поставил церковь. Но, вы знаете, это не так. Это неправда, это заблуждение, это неправильное учение. То же Писание оно учит о том, что Бог не отверг евреев. Это книга римлянам, если не ошибаюсь, 11 глава. Она говорит о том, что Бог никого не отверг. Но там говорится о некой тайне. И тайне заключается в том, что он закрыл, это, кстати, римлянам 11 глава. Давайте я, можно я прочитаю, да, у нас времени, конечно, немного. Извините, я ее не записал, поэтому я сейчас ее быстро, я ее должен был записать. А, я записал. Павел говорит о некой тайне, что, что, в чем заключается тайне? написано, что ожесточение произошло до времени, то есть не отвержение, не удаление евреев от той миссии, которую Бог призвал изначально, да, то есть Бог не отвернулся, Он не отказался, Он не заменил еврейский народ на церковь. Да, церковь, она имеет, ну, тоже большое участие, и именно полнота заключается в том, что вместе евреи и неевреи мы будем прославлять Бога и служить Ему. Об этом Писании, мы должны об этом очень знать. И он говорит, что, Павел говорит, что о некой тайне, что ожесточение произошло до времени, пока что не войдет полное число язычников. И тогда что? И тогда весь Израиль, он спасется. Здесь говорится о том, что Бог отверг Израиль. Если мы почитаем полно, я не буду, вы дома просто прочитайте полностью в книгу Римлянам 11-ю главу. Просто прочитайте для себя еще раз отношение Бога к евреям, к его народу. Просто прочитайте, чтобы у вас эта неверная теория, она просто не имела места. Бог не отодвинул и не оставил. Он, наоборот, создал полноту. Когда мы вместе будем служить Богу, Бог никого не отринул. Бог он закрыл на время глаза по своей милости. Тут написано произошло ожесточение. Есть то, что мы не знаем. Есть то, что сокрыто. Написано в Писании, что сокрыто, то для Господа. А то, что открыто, то для нас. Да, какие вещи, которые мы не понимаем, они откроются со временем. Но Господь, он говорит, что по своей великой милости он все-таки произошло это ожесточение, чтобы вошло полное число язычников. И это время, это время благодати, это время, когда каждый человек не еврей и еврей, да, это время благодати, это время открытых дверей, когда каждый человек, он действительно все-таки поймет, что есть конец жизни, есть конец пути. Есть все эти прелести, которые есть, они временные, но это время, оно будет закончено. Время благодати, оно будет закончено, оно не будет постоянно, оно не будет, знаете, всю нашу жизнь. Писание, что это время, оно закроется. И вот эти вот праздники, да, тоже, тот же Йом Кипур, он говорит о том, чтобы мысленно, мы, мы пересмотрели свою жизнь, как верующие, а для тех, кто вообще не знает Господа, это время все-таки прийти к Нему, потому что прозвучит труба Господня, и тогда не будет времени. И вот Бог по великой своей милости, Он где-то ожесточил сердца евреев, чтобы вошло полное количество нас с вами, язычников, да, не евреев. Но здесь не говорится об удалении или отвержении, поэтому это великая милость Бога. Давайте воздадим Ему славу. Аллилуйя. И я буду завершать свое послание и хочу говорить, что значит Йом Кипур для меня лично, что значит Йом Кипур сегодня. С одной стороны это говорится о том, что это судный день, когда Господь Он будет судить всех живущих на земле, Он будет судить за все дела, которые мы совершали, мы делали, но также еще этот праздник он назван с другой стороны это день прощения, когда Господь сказал в своем слове, да, простил я по Слово своему. Йом Кипур для нас верующих Вишуа это также пересмотреть свою жизнь и где-то если у кого-то есть наклоны в другую сторону, которые не соответствуют Слову Божьему, начать их исправлять. также этот день он указывает на Ишуа, который стал жертвой за грех. Он стал нашим первосвященником. Нам не нужно ждать, когда побелеет веревка или когда изменит свой цвет завеса. Он стал нашим первосвященником, он стал нашим искупителем. Он был тот Агнец, который отдал свою жизнь за каждого из нас. Иом Кипур это благая весть для нас. Простил я по Слову Своему. Это второй шанс начать все заново. Бог дает второй шанс. Возможно, даже дает третий. И Бог дает много шансов после того, как мы что-то сделали неправильное, согрешили, как народ, который в пустыне, они не дождались Моисея и слепили, вылили этого золотого тельца. И Моше, как первосвященнику, как адвокату, пришлось стать перед Господом, потом Ишуа является нашим адвокатом. И он как Моше в то время говорит, Отец, дай еще один шанс. Прости, дай еще один шанс. И мы знаем, что Бог дает шанс. Он дал вторые скрижали, которые говорят не только о законе, о его милости. Он мог бы этот народ погубить. Он мог бы это сделать. Но это говорится о том, что Бог говорит, я отдаю вам второй шанс, потому что я ваш отец, я вас люблю. Я прощаю вас по слову своему. И Йом-ки-пур это благая весть. И для нас вновь исправить свои пути, если они искривлены. потому что Бог настолько нас любит, мы до конца еще не можем этого осознать. Мы до конца этого не осознаем. не пытайся изменить свою жизнь сам. Позволь Богу это сделать. Я расскажу одно видение моей жены, когда мы были на одном из ночных молитвенных служений. Знаете, Бог ей дал, может, она сейчас меня слышит, Бог ей дал очень очень важный дар. Ну, как каждому, у каждого, важных не бывает, у каждого из нас есть тот дар, Бог ей дал видеть определенные вещи, именно видеть видение. Я этим даром не обладаю, знаете, я больше, у меня больше развито, знаете, я чувствую как бы сердцем, что нужно сделать так или нужно сделать по-другому. У меня больше как бы внутренне. Я не вижу ангелов, там, ну, я не расстраиваюсь, я видел ангела, я видел там с крыльями, я видел Господа, я не вижу, знаете, один раз мне сон приснился, когда я разговаривал с Господом, помните, я как-то делился с проповедью своей, когда он мне задал один вопрос. Я разговариваю с ним, и я во сне я понимаю, что он не осуждает меня, он только ободряет меня, вдохновляет, и мне так во сне я думаю, Боже, так хочется спросить, а с кем же я разговариваю? Так такая приятная, это был сад, это был красивый сад, я это видел, помнил, наполненный такими красивыми фруктами. Я думаю, спрошу, с кем же я разговариваю? Не знаю, почему я не знал об этом, я говорю, извините, пожалуйста, мне так хорошо с вами, с кем я разговариваю? А ты меня не узнал? Я твой Господь, я Иисус, я проснулся с таким осуждением, ну, Боже мой, я 20, больше 20 лет в Господе, я не знаю Ишо, но потом я понял, что это было немножко другое, о другом он говорил, я знал Ишо не таким, таким, знаете, как, можно, религиозным, таким, правовым, но я другой. Я помню, я проснулся в трепете, в слезах. Так вот, на одном из служений молитвенных, это была ночная молитва, по-моему, это даже было в Черноморске, она видит такое видение, спускается по лестнице человек, это был Ишо, спускается в царской одежде, очень красивая одежда, сияющая, яркая, но как царь. И вот он спускается, и в руке у него ковер, и она понимает, что этот ковер, он сплетен разными нитями, там столько было цветов, он говорит, просто неописуемый, там были разные цвета, и она понимает в этом видении, что каждая ниточка, это каждый человек в этом большом ковре. Но тут что она видит дальше? Она видит дальше, что некоторые нити грязные валяются на полу, и она понимает, что эти нити наверное уже непригодные. И она спрашивает, а что с этими нитями, которые валяются грязными? Они наверное непригодные, потому что они грязные. и он говорит, нет, и он говорит, смотри, он берет эту нить грязную и проверяет ее на прочность. Говорит, смотри, она прочная, она грязная, но она прочная. И эту нить, он открывает свою одежду и ложит ее сюда, и она увидела под его одеждой очень много таких грязных нитей. И после этого видения, конечно, она начала понимать, о чем он говорит. О том, что каждый из нас является этой нитью в Божьем ковре. Возможно, кто-то в этом ковре красивая, яркая, неописуемой красоты нить, а кто-то, может быть, ощущает себя не в этом ковре, а рядом лежащей этой грязной нитью. Но что делает Ишоа? И, может быть, ты думаешь, что все, ты грязный, ты непригодный, но что делает Ишоа? Он берет эту нить, говорит, да, она грязная, но она прочная, и Он ложит ее за пазуху. Я знаю, что в свое время она, только Он способен ее очистить. И когда Он эту нить берет, эта нить, она потом очищается. И потом, я верю, что эта нить, она будет тоже в этом ковре. И каждый из нас, он особенный, как мы эти нити, знаете, это говорит о Божьей любви. Помните еще одну притчу, когда хотели срубить дерево, хозяин, дерево, которое не приносило плодов. Да? И что говорит хозяин? Давай мы струбим ее не сегодня, через год. Я попытаюсь это дерево оживить. Я, возможно, попытаюсь удобрить, попытаюсь больше позаботиться. Бог говорит, что Он попытается больше позаботиться, чтобы это дерево дало плод. Как с этой нитью, которая была грязной. И это говорит о Божьей любви, о Божьей милости к нам. И мы, из каждой из нас, мы эти нити в Божьем ковре, если эта нитка запачкалась, не думайте, что это конец. это не так. Потому что Бог только знает пригодность этой нити. Не мы, никто, только Бог знает пригодность этой нити. и Йом Кипур это день суда, но это день милости. Это день второго шанса. Это день, когда Бог из грязной нити может сделать прекрасную яркую нужную нить в ковре. Это день, когда дерево, которое не приносило довольно долгое время плодов, оно начнет приносить эти плоды. Это день второго шанса. Это прекрасный праздник. Аминь. Когда Бог говорит я прощаю вас по своему слову. Давайте мы встанем. Боже, спасибо тебе. Спасибо тебе, что мы здесь сейчас стоим. Но я знаю, что никто он не достоин этого. Благодаря тебе, благодаря твоей милости и любви мы сейчас стоим здесь, на этом месте, в доме твоем, в твоем присутствии. Боже, спасибо тебе, что ты каждому из нас ты даешь этот второй шанс. Ты даешь третий шанс, ты даешь множество шансов, как ты сказал, что праведник, он упадет много раз, но он встанет и он поднимется, потому что у нас есть надежда, мы верим влюбящего и прощающего в Господа, который сказал, что я люблю больше милого, чем наказывать, что милость она превыше суда, и милость она превозносится над судом. Господь, Боже, дай нам больше осознать, если где-то нужно исправиться, Боже, дай нам это исправить, исправиться, чтобы быть в твоем ковре, в твоем прекрасном ковре, который показывает ясную картину твоей красоты, о том, что ты хочешь сделать для каждого из нас, о том, что каждый он нужен и он важен. Спасибо тебе, Господь, я благодарю тебя за то, что ты здесь, и ты проникаешь в наше сердце, и ты исцеляешь нас, и ты исправляешь наши пути, ты исцеляешь наши сердца. Благодарен тебе, Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok